Штаты, которые отстают по какой-то причине, тоже не пойму, почему они отстают, почему в Калифорнии, например, в самом большом населении уже известны результаты, а в Висконсине, где там, не знаю, раз в 10 меньше населения, они не могут посчитать. — Ты знаешь, да, белорусы долго спрашивали, куда делась Ермошина. Некоторые видели ее в штате Висконсин. Она работает по контракту с администрацией Трампа, помогает считать результаты. Поэтому, видишь, в Висконсине пока нет результатов, но, поверь, они будут через некоторое время. — Подожди, если бы Ермошина была в Висконсине, то там результаты еще до голосования были бы уже более-менее известны и буквально... — Посмотри, это процедурный момент, ведь Ермошин это соблюдало процедуры, да, то есть все очень процедурно. Тем более, видишь, удивляет вообще позиция Трампа как человека, который типа гарант Конституции там в Соединенных Штатах Америки, а вообще его наплевательское отношение к этой самой Конституции, да, там, к правам граждан и так далее. — Когда он там еще с утра, видно, покмелившись хорошим каким-нибудь вискачом, объявил себя уже, там, сказать, победителем. — Я понимаю, что это пиар, что это наезд, ну... — Да, да, это обычные дела. — Это понятно, это игр, да. — Но, ты знаешь, очень все это мило, очень дерьмовенько все это выглядит, но ничего не поделаешь. — Собственно, политика такая, такие лица, да, сейчас нынче в американской политике. — Послушай, дерьмовенько это будет выглядеть, если действительно Трамп как-то незаконно победит. Пока все выборы в США всегда проходили честно, с правильными подсчетами, там, пересчитывали. Самый такой случай, это 2000-й год, когда Джордж Буш победил Гора, буквально благодаря Флориде, только благодаря тому, что он победил Флориде, в которой разница была в 800 голосов. Вот представьте себе, для такой страны 800 голосов, и там пересчитывали несколько раз, там откладывали на несколько месяцев объявления результатов. И в итоге, там уже Конституционный суд, знаешь, такой, сказал, все, хватит, мы уже несколько раз пересчитали, все, вот так получается, Буш побеждает. И Горб признал поражение, сказал, ну да. — Конечно, пролонгированный лоходром это бывает тоже, бывает быстро, как в Беларуси. Раз, всех послали, а бывает пролонгированный, то есть такой очень... Кстати, вопрос следующий, а вот по почте, что посылали. Как-то много лет назад, и сейчас есть письма, которые идут годами, да, по почте. Американская не из-за того, что она там плохая, в Европе такое случается. В Беларуси или там в России сплошь и рядом отправил в одном месте, в другом не получил, или открытку к Новому году через 7 лет. А вот если отправят результаты, зависит это дело где-то, подведут результаты. Ну, там, наверное, видимо, есть какая-то специальная методика или, по крайней мере, механизм, да, в законах. — Во-первых, я хочу сказать, что тут почта работает совершенно не так плохо, как в той же Беларуси, потому что мне, например, тут все документы тоже приходят по почте. — Ну нет, в Беларуси... — То есть тебе никуда не надо ходить, тебе всегда приходят по почте документы. — В Беларуси в порядке, да. Хорошо, все работает там в самом деле, да. — Да, там просто единственное... Да, нет, пока там главное прочитают просто, в общем-то, почту. Вот. Но тут видишь, смотри, американцы читают всю электронную почту, да, которая есть там, не знаю, в Варде там и так далее. А беларусы читают физическую. Вот физическую читать интереснее, там крючковатым почерком написано что-то, долго разбирать. Это чтение электронное, где там запустил интеллектуальную систему, она там выделила три слова террорист, там Аль-Каида и Мазафака, да, и потом Раса выделила письма со всего объема там Gmail и так далее, что там просматривают американские спецслужбы в борьбе с мировым терроризмом. А в Белоруссии это ручная работа, понимаешь, это работа с произведением искусства, потому что у каждого человека почерк субъективный и так далее. Кстати, в случае победы Трампа, на какой стороне в гражданской войне в США воевать будешь? За север или за юг? Вот волнует меня этот вопрос. Потому что, смотри, за рабовладельцев, которые на юге, за белое население или за наших, латиносов, индейцев, за справедливость и за честность. За кого будешь, скажи, Альберт? Я, конечно, за себя буду. Как всегда, белорусы... Своя армия. Соберусь, да, скорее всего, на болото уйду, правда, к сожалению, тут нет болот. Я где-нибудь найду болото. Там есть где-то болото, смотри, в сторону Майами, только там, знаешь, чего хреново, в отличие от Белоруссии, водятся крокодилы. То есть тут сериалы идут всякие, там болот навалом-то на самом деле. Одно плохо крокодил, то есть надо смотреть, чтобы кто-нибудь не цапнул, да, там, случайно. Но, в общем-то, с крокодилов, опять же, во-первых, их можно есть, оказывается. Американцы же показали программу, как разделывать крокодила, аллигатора, его есть. Оказывается, там есть весьма съедобные части. Раз. Понимаешь? Это как кролики, смотри, шкура крокодила. Это обувь, это ремни, понимаешь ли, это, не знаю, другие изделия, кошельки. Просто крокодил – это ценнейшее существо. Зубы, я уж не говорю, можно, пожалуйста, как хочешь использовать. Там, как наконечники для стрелки, просто сувениры продавать на ниточке. Вообще крокодил – ценнейшие рептилии, которые надо разводить на болотах и вообще... Я немножко развею представление Стефаныча об электоральной демографии в США, потому что он думает, что богатые белые за Трампа. Вот оказалось, что в этом голосовании богатые белые в основном голосовали за Байдена как раз. А что меня больше всего удивило, я вот хочу исследовать этот феномен, я не очень понимаю, почему, но латиносы внезапно, если они четыре года назад голосовали за Клинтон, то сейчас они голосовали за Трампа. Почему латиносы голосовали за Трампа, когда он как раз строит стену с Мексикой и так далее, я вот этого не очень, не очень понимаю. Я чехаречки в это не верю, да, потому что на самом деле это просто противоречит здравому смыслу, это как бы как заявление Трампа. Альберт Ильич и Стефаныч клевещут. Я тоже как бы против локдауна по-хорошему, просто потому что люди за полгода уже научились нормально, то есть вот где я живу, я вижу, что люди и социальную дистанцию соблюдают, и в масках ходят. То есть у меня вот нет ощущения, что я куда-то иду, вот у меня ощущение, вот я могу заразиться. Зависит от, ну понимаешь, есть Нью-Йорк с огромным количеством жителей, да, и есть маленькие городки, ты там живет человек 200, 200 человек, ты их знаешь, да, там если кто, не дай бог, заразится, ты будешь там, ну, как в любом городке, да, там все скажут, слушай, там Джон или Джон Иваныч, там он заразился, то есть это другая история. По-моему, уже сейчас люди, которые не ходят, вот действительно надо изолировать тех, кто ходит без масок, штрафы им выдавать, если они еще за полгода не въехали, этих ковид-диссидентов отлавливать, которые до сих пор говорят, что это истерика. Ковид-это, понимаешь, как любая эпидемия, это проклятие мегаполисов. Тут вообще история, если бы люди были, и смотри, территории какие огромные в мире, а люди расселены в очень на маленьком, на маленькой совершенно территории, находится невероятно огромное количество людей. Если бы люди были в маленьких, небольших жиленаселенных пунктах, да, при том в современном мире ведь не обязательно всем толпиться в мегаполисе. Есть интернет, есть средства связи, есть возможности работать, зарабатывать в маленьких городах, Европы, скажем, да, и то есть сейчас не индустриальное общество. Сколько людей реально на заводах работает? Да мало их работает, серьезно, совершенно. Ну, в наших странах, там, конечно, в Китае, там, в Индии дофига на заводах. Подожди, Китай, я не беру, Китай, такая самоорганизация, ты знаешь, какой там низкий уровень заболевших, потому что там есть социальная... Ну, есть, опять же, мнение, что это, опять же, не сообщается, на самом деле. Нет, нет, это тоталитарное общество, понимаешь, которое организовано совершенно по другим законам. Там есть понятие хороший человек и плохой по конфуцию, хороший человек заботится о окружающем социуме, о ближних людях. Поэтому там, ну, понимаешь, это вопросы воспитания и мировосприятия, там просто другое вот мировосприятие. Это люди, вот мы видим одни и те же вещи, но мы видим по-разному очень многие вещи, вообще кардинально. Вот когда литоник видит, и человек с нормальным цветоощущением. Вот это то же самое, как бы, по поводу каких-то явлений, поведения китайцев и европейцев. Что творилось, ты же видел, в Европе этим летом, не два месяца-полтора, когда открыли границы. Вот этот бушующий гедонизм, эти толпы молодых людей и очень молодых, с квадратными глазами, без повязок, которые просто валялись, там творилось бог знает что. И мне нравится причина, почему сейчас вводят локдаун, для того, чтобы подготовиться нормально, встретить Рождество. Вот смотри, сейчас локдаун на Рождество отметят, а потом, вот кто-то вчера я читал французское исследование, да, они пишут, что будет две волны после Рождества, ковида. Я верю в это, потому что Рождество европейцы, поверь мне, отметят ударными темпами. То есть вот то же самое все будет, вместо того, чтобы вот просто ограничить свой гедонизм, остановиться. Причем, обратим внимание, сколько людей в Китае живет и сколько в Европе, вы уж извините, и в Индии вместе. Индия просто бедная страна, Китай невероятно самоорганизованная страна, ну так вышло, так получилось. Ну, Индия ударными темпами, она уже на втором месте по количеству заболевших, я думаю, что она обгонит США. Ну, она, она может и обогнать, но потому что там очень много людей, и люди живут в некоторой, и все очень-очень бедно. Ну, просто, и причем они как бы этим довольствуются, они этим не кичатся, там нет социальной борьбы, революционного движения, да, там есть коммунистическая партия, ну, то есть вот этого всего там нет, то есть там есть разделение на касты, то есть принятие того, кем ты являешься в этой жизни. Ладно, давай вернемся к выборам президента, а, кстати, привет нашим зрителям, вы видите и слышите Альбертыча, Стефаныча, что в эфире почти интеллектуальное, почти детское шоу пикейных жилетов, Альбертыч и Стефаныч клевещут. Мы постоянно, вы знаете, немногие знают, но мы, когда собрались, мы хотели делать детское шоу для детей, ну, до 10 лет примерно, и каждый выпуск мы это пытаемся сделать, но не получается, к сожалению, что-то вот как-то у нас несет. Я хотел рассказать, как вообще вчера я смотрел все эти подведения итогов, то есть насколько это все классно тут сделано, то есть это все в картинках показывают, они постоянно, они берут каждый даже не штат, а каждая каунти, это маленькая, ну, не знаю, район, как можно в Беларуси сказать, район, и сравнивают, как было 4 года назад голосов, где тут вот набрал Трамп, тут потерял Трамп. Мне, например, понравилось, почему в Вирджинии победил Байден, это они тоже как бы там исследовали, показали, потому что очень много из Вашингтон-Ди-Си за 4 года переселилось в Вирджинию, то есть они знают эти миграционные процессы, ну, это Вашингтон здесь, ну, из столицы США, много переселилось в Вирджинию, то есть если это был Красный Штат, то сейчас много демократов. Да, это называется американская предвыборная карусель, то есть специально, видишь, берут тех, кто был за Трампа, переселяют, наоборот, демократы переселяют своих сторонников в одни Штаты, там Трампов другие, Байден, то есть происходит это даже не карусель, да, я бы назвал это американское избирательное чертово колесо, то есть там даже американская холегали, да, то есть там вообще людей разбрасывают, селят в заброшенные пункты, да, населенные, где-нибудь там, не знаю, в штате Невада, в пустыне туда заселяют там сторонников Байдена, которые плачут, они говорят, стоят на коленях, не надо нас на отселение, не надо нас на 101-й километр, мы исправимся, мы хотим в Сан-Франциско, в дискотеке, понимаешь ли, в местах, где торгуют наркотиками, они говорят, нет, вы обязаны, вы члены демократической партии, если вы там не будете жить, положите билет на стол партийный, понимаешь ли, и их селят туда, и они, да, и вот они ложат этот билет, должны были бы положить, то они живут там, как было произведение Платонова «Котлован», когда люди строят и роют котлованы, непонятно вообще причина, так и здесь, только здесь причина понятна, это надо проголосовать, чтобы вот часть, допустим, Невады, пустынного штата проголосовала за Байдена, я сказал. Что такое, не знаю, ну, надеюсь, не будет больше прорываться, видно, как бы, интернет, вот эта цензура интернет, который, интернет же контролируется, естественно, американцами, вот, он нам, как бы, дает понять, чтобы мы не занимались пропагандой, не обсуждали выборы в США, а переходили к другим темам, иначе это будет тут редактирование продолжаться, вот эти паузы. Конечно, именно, именно перекрывают. То есть там специальный фильтр стоит, специальный фильтр, вот я несколько раз произнес слово «Байден», а как бы последователи Трампа вот такой фильтр поставили, оно раз и застопорило наш диалог, потому что я слишком много говорил о демократах. Вот если бы говорил, вот смотри, «Трамп, Трамп, Трамп, Трамп», видишь, прерываний нету, а как только, говорю, «Байден», сразу все останавливается. Видишь, существует цензура. Да, скорее всего. Ну и еще хочу сказать, что результаты, опять же, повторю, результаты выборов президента не будет, скорее всего, ни сегодня, ни завтра известны, это несколько дней надо будет сделать. Никогда. Ага, никогда, конечно, да. А представляешь, вот такое, да, вот такое постоянное состояние. А знаешь, кому это выгодно? Трампу. Он будет вечным исполняющим обязанности президента. То есть как бы вот не дошли письма, там телеграммы, до конца не подсчитали. Вот этот процесс длится три года. То есть целый срок президентский. А Трамп остается у власти. Как тебе вообще идея? Отличная совершенно в белорусско-русском стиле. То есть, в общем-то, все остается как было. При Брежневе будет все по-прежнему, как пели во времена застоя. То есть при Трампе будет, как говорится, тарарампе. То есть все будет хорошо. Нет, тут у нас все будет хорошо. Это значит, что выберут все-таки президента. Подобное, я повторяюсь, уже было не раз в американской истории, что откладывались результаты, долго подсчитывались. А тут еще и наложился этот ковид с голосами по почте. Почему по-разному так действуют штаты? Потому что разные законы в разных штатах по-разному. Там и подсчитываются, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все... Об этом говорили еще за несколько недель до, собственно, самих подсчетов. Давай, следующая тема. Давай. Очередной теракт в Европе, в Вене. ИГИЛ вроде взял на себя ответственность. В нескольких местах была открыта стрельба из автомата калашников. По-моему, там пострадало больше 20 человек. Я по этому поводу хотел вернуться к нашему прошлому выпуску. Там очень много комментариев было. И один из комментариев, опять же, от мусульман, санитар дурки у него. Ник, вот он написал. Я как мусульманин, конечно, против карикатур. Так как, по-моему, нельзя оскорблять символы любой религии. Но позиция Макрона и вправду похожа на провокацию. Он поступил плохо и глупо с любой точки зрения. Кроме того, что его стали ненавидеть многие мусульмане, так еще его страна стала самой желанной наживкой для сектантов-ваххабитов. Скажите тогда, а что венцы сделали? Как бы... Что они сделали? То есть ощущение, на самом деле, по-хорошему, всех этих ваххабитов... Тут неважно, оскорбил ты карикатурой, не оскорбил. Для них... То есть ты либо с ними, либо против них. И это способ через страх, то есть добиться страха перед ними. Скажем так, но... Я тебе скажу, да, есть совершенно ничтожный дуралей Макрон. Почему? Потому что он на днях вообще отказался от своих слов. Он сказал, что я не то имел в виду и так далее. То есть, ну, если ты что-то заявляешь, то уже как бы заявляй и отвечай за свои слова. То есть Макрон совершенно мелко обкакался, да, вы уж извините, да, прямо в штаны. Если ты руководитель страны, да, и ты выступаешь от ее лица... Опять пропал. Ну... Все, вернулся. Да, если ты руководитель страны, то нужно поступать последовательно, да. Макрон мне этой последовательности не продемонстрировал. Второй момент. По поводу Австрии, да. Да, ты говорил еще вызвать страх и ужас, да, у населения. Проблема в том, что страх и ужас у населения такими мелкими и даже более крупными терактами у европейцев вызвать нельзя. Европейская культура пережила невероятный террор. Вспомнись Первую мировую войну, Вторую и так далее. Там были потери тысячные и миллионные. То, что люди сожалели, да, вызвало ли это страну раздозорить каких-то ребят, которые придерживаются очень правых взглядов. Обратите внимание, сейчас в Австрии очень правое правительство, достаточно правое, да. Но там есть еще более правые партии. И вот этим партиям, да, очень правым, которые требуют радикального изменения и введения жестких законов против иммигрантов, на самом деле вот эти теракты, они жутко выгодны тоже. То есть они никого, на самом деле никому хуже не делают. Они просто радикализируют избирателей австрийских, которые, в общем-то, плохо выскажутся. Далее, Австрия – это не Германия. Немцы очень стараются обходить большинство населения вот эти вопросы, связанные с религией. Они хотят казаться очень толерантными, хотя в душе, так сказать, они считают по-другому. Австрия – это бывшая, так сказать, часть империи. Костяк Австро-Венгерской империи там. Священная Римская империя, все правильно ты говоришь, а потом Австро-Венгерия. Да, Священная Римская империя. И в Австрии, я знаю серьезных очень людей там, и политиков, и военных. Это люди, которые в случае чего они не будут играться в очень много и долго в толерантные игры. То есть полиция, кто вообще был в Австрии, кто общался с разными людьми, австрийская полиция, в отличие от немецкой, действует невероятно жестко и брутально. Впервые людей с тяжелыми последствиями от избиения полиции я увидел не в Беларуси, как ни странно, а в Австрии. То есть это люди, которые участвовали в антиглобалистских демонстрациях, анархистских. Их невероятно жестко разгоняли, австрийская полиция. Более того, люди, которые в Австрии, иностранцы, случайно попадали под обыск на границе Австрии, или ехали в Германию, их случайно просто машину остановили из-за номеров. Их невероятно брутально обыскивали, выворачивали просто все, требовали за каждый товар чек. То есть это очень жесткие ребята. Поэтому, чтобы вызвать страх, да ну, я вас умоляю, погибли люди, их очень жалко. Но такими мерами только можно вызвать радикализацию самих европейцев. И это проблема тех людей, которые эмигрантов, тех же мусульман, которые живут в Европе. Это вызовет просто большинство людей подавляющее. Это нормальные люди хорошие, мусульмане. Они живут, работают. Но против них будет определенное нехорошее настроение со стороны местных. Это плохо очень. Давай немного даже не надо вообще только на мусульманах зацикливаться. Потому что то, что, например, в Польше произошло, это тоже религиозный фанатизм. И, скажем прямо, по всему миру... Все отменен уже. Закон отменен. Отлично. По всему миру религиозные фанатики агрессивно пытаются навязать свою модель поведения. И это не только мусульман касается. Это и православных касается, когда дают два года за танец в церкви. Или когда они врываются на выставку художников и там мочой заливают картины. Это касается иудаистов. Это еврейских ортодоксов. Это постоянно, что они устраивают в Израиле. Не только в Израиле. Много где хасиды живут. Просто мусульмане это верхушка, что они берут еще автомат и начинают убивать. Но дело в том, что по всему миру религиозные фанатики разных религий навязывают свою модель поведения людям, которые ее не разделяют. А на каком, собственно, основании, мне хочется спросить? Какого хрена? Альбертыч, ты ошибаешься. Вот это напоминает агонию. Да, правильно. Я и хотел это сказать, что действительно это напоминает действительно агонию. И религия проигрывает. Люди, которые выигрывают, они не ведут себя агрессивно. Да. Проблема в том, что современное общество из-за компьютерных технологий, современных, оно коридным общества образом меняется. И оно чем дальше, тем больше вообще от религий уходит. Да. От всех. Да. Там не будем говорить христианство, оно уходит в другую сторону вообще совершенно. И, естественно, как в момент перелома, в момент кризиса проявляются, экстремально проявляются симптомы старые, да? Именно так. Различные. Плюс многие, обрати внимание, эти действия и православных, и там, не знаю, представителей других конфессий, неважно, они напоминают больше перформанса. Это акты, скорее, такого привлечения к себе внимания. Плюс, чем дальше, тем больше все религии, они срастаются с государственной системой. То есть это в большей степени становится уже не религиями, да, а это становится идеологической частью государства. Да, вот как был идеологический сектор партийного комитета. Там сидел какой-нибудь идеолог, да, там, комсомолец, который приходил на политинформацию, рассказывал там о политике партии. Вот здесь, чем дальше, тем больше все это выглядит очень некрасиво. Вот то, что произошло в Белоруссии, допустим, да, с католиками, не далее, как вчера или позавчера, это произошла ситуация, когда представитель Папы Римского президенту вручил грамоты, да. При этом Кондрусевич находится в изгнании, а большинство священников, как может, помогает избитым, униженным людям. И далее Юраська Сабуцкий, который руководит сейчас Белорусской церковью, постоянно обращается к людям, чтобы поддержать их. В Барановичах были ксензы арестованы, они были, находились в заключении. Опять же, католические священники людей на окресте, других изоляторов встречают, помогают организовать помощь в доставке пищи этим людям, там, не знаю, каких-то вещей. То есть, занимаются действительно действенной благотворительностью. И тут Ватикан поступает как государство к государству, да. То есть, они действуют совершенно, как бы, придав интересы вот этих самозабвенно, по-доброму и по-хорошему действующих обычных священников. Да, они начинают заискивать перед властью. То есть, обратите внимание, есть государство Ватикана, есть отдельные священнослужители. Несколько минут назад один из белорусских священников опубликовал фотографию. Это диакон Центрального собора, где он на латинском стоит у собора с надписью, и обращаясь к Ватикану с надписью «Я не согласен». Понимаете, это вот руководство, верхушка религиозных организаций, это становится все больше и больше идеологическим сектором этих самых государств, этой системы. Это очень нехорошо вообще выглядит. Получится, что есть, как говорится, религия для обычных людей с ее пониманием и некая оторванная от жизни элита, которая причастна к бизнесу, к государству, которая будет называться официальной церковью. Это, в принципе, хорошо для религии. Возможно, тогда многие религии очистятся от ненужного и станут служить людям, и люди будут чисто в это верить и нормально совершенно. Ну, наверное, вообще проблема многих религий в том, что изначально они являются прогрессивным инструментом. Когда они появляются, они несут идеи, которые в тот момент не кажутся прогрессивными, типа «возлюби ближнего своего» и «подставь другую щеку, когда бьют по одной». Но человечество продолжает прогрессировать, а религия создает свои догматы, и они навсегда хоба в книге записаны, и ты не можешь их поменять. Все, типа, ты должен только им следовать. Ты должен намаз пять раз в день делать обязательно. Ну, неважно, а христиане тоже должны, Борис. Да, это я про все религии говорю. И потом через кровь происходят какие-то изменения, там, например, протестантизм появляется, и людям, которые кажутся, что он более прогрессивен, должны воевать с людьми, которым кажется, что это отклонение от догматов и бог всех. Вообще, это интересное дело, почему люди должны заступаться за бога, то есть, кого-то оскорбить, как вот можно оскорбить пророка или бога, просто это вот интересно. Почему вам не кажется, что это вообще очень грех, грех очень самомнения и гордости, что вы берете и начинаете защищать пророка или какие-то другие? Я считаю, что тут каждый выбирает свое, каждая дотонная религия, что здесь человек находится в духовном поиске. Он может во что-то верить, во что-то не верить и так далее, по-разному себя называть, и в этом ценность этого всего. Любые убийства, к каким религиям вообще отношения не имеют, это скорее организации, которые пытаются осуществить какие-то, продвинуть политические цели. И вот эти сложные истории, помните, с покушением на Папу Римского, когда окончательно так и не было выяснено, кто это организовал и кому было важно. Осуществил-то это как бы турецкий террорист, который, оказывается, имел прекрасное отношение с болгарской коммунистической разведкой, которую консультировало КГБ. И все это очень сложная история, запутанная. Так и здесь. Я уверен, при расследовании вот этого как бы религиозного теракта, он слишком, очень странно выгоден, на самом деле, очень многим правым партиям. Намного больше, чем Аль-Каиде, которая где-то очень далеко находится. А вот эта вся история, особенно это в Вене происходит, где, на самом деле, находится очень много различных организаций. Да, куда входят очень обеспеченные граждане, которые занимаются различным закулисьем, да, политическим. Они, кстати, никогда не отрицали, что в Вене их центры находятся, да, которые просто обычные человеки. Подожди, Вена — это вообще дипломатическая столица мира в некотором смысле, потому что там есть абсолютно все посольства, очень многие международные... То есть, точнее, по-хорошему, даже такая дипломатическая столица мира, несмотря на то, что ООН вроде как в Нью-Йорке, но в Вене проходят, знаете, встречи, когда вообще невозможно договориться, но в Вене могут они как-то, например, Иран, может США встретиться в Вене, представьте себе. Ну, вот такие моменты. Нет, дело в том, что там, во-первых, в замке чудесном, это не сама Вена, там, по-моему, километров 5-10 проехать, находится штаб-квартира ОБСЕ, да, и туда съезжаются, ну, понятное дело, разные представители европейские, разные лоббисты. Я еще добавлю, что в Вене штаб-квартира МАГАТЭ. МАГАТЭ, то есть там, на самом деле, чудесное место, кто будет, там очень все по-имперски чистенько, беленькое, такой мрамор, чудесные такие кафе, особо невкусные, честно, люблю, вот я, сказать, итальянскую кухню, польскую, даже украинскую, скажу честно, больше, то есть, люблю пожрать. Стефаныч просто не был, я был, во-первых, на праторе найдите с рулькой свиной, очень классно, с рулькой, с рулькой свиной. Да, с рулькой, да, он не говорит о фекалиях, да, там есть чудесные венские шницеля, но они слишком тонкие и быстро заканчиваются. Неправда, неправда, а побережье Дуна и отлично еще ребра делают, тоже мне очень. Ну, понимаешь, это смотря от аппетита зависит, вот видишь, люди смотрят и понимают, наверное, почему тебе хватило, а мне нет, вот это два мира, два детства, понимаешь, два подхода совершенных различных. Поэтому, так сказать, от кулинарной... Мы перейдем к вопросу, что у нас там. Да, следующее, собственно, мы начинали про Беларусь. Беларусь запретила въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Наконец-то ограничили въезд этих иностранных кукловодов, которые будоражили белорусские умы. В общем-то, заживем. Удивлен, что не запретили въезд через Россию, не понимаю, почему. В принципе, могут быть же и русские кукловоды. А изменились цены, во-первых, билеты до России на самолет. Восемь раз подорожали. Только что я говорил в связи с Белави, я просто был удивлен. А мне очень человек хорошо сказал, ну, слушайте, есть же спрос. Туда люди летят, летят. А что нам на этом не заработать? Ну, я как бы развел руками, ну, это капитализм, да. Я говорю, а что в восемь раз, а не в десять? Они сказали, ну, слушай, ну, так прикольно. И сказали, что вообще ближайшие рейсы уже раскуплены. Они даже убраны, потому что уже люди все скупили. Потому что людям надо работать, у людей там бизнес и так далее, тому подобное. Поэтому ничего не поделаешь. То, что закрыли с западными странами, да, там, относительно, да, с Польшей, с Литвой, с Латвией, это просто чисто политический шаг. Они решили спасу неудобно с белорусским гражданам. Плюс студентов, которые учились за границей, честно, многие из них в Польше, в Литве, они участвовали в акциях протеста. Поэтому их не пропускают, не пускают в страну. Гражданами, которые не являются, это нарушение прав человека базовых и так далее. Ну, тут говорить нечего, про права человека это смешно, потому что вчера ООН опубликовала свой отчет, где считает, что с правами Беларуси все хорошо. Более того, похвалила белорусская правительство за соблюдение этих самых прав человека. Кто может, кто хочет, может ознакомиться. Поэтому все, что происходило в Беларуси, совершенно вписывается в систему и понимание прав человека такой чудной организации, как ООН. Тут все понятно, да, кто на чьей стороне и кто вообще как права человека понимает. Поэтому вот эта широкая очень трактовка прав человека и то, что могут власти с гражданами делать. Если говорить о таких мелочах, как въезд и выезд из страны, то тут даже, как говорится, нечего речь вести. Все на своих местах, при поддержке организации объединенных наций там и так далее и тому подобное. Все хорошо с этим. Да, всем уже надоело. Беларусь по-хорошему, что-то тут вон выборы в США. Поэтому все все одобрили. Кстати, на месте ООН я бы вообще выдвинул Александра Григорьевича Лукашенко на премию мира. Потому что он любыми способами, вот этот, исходя из ООНовской, так сказать, позиции, сохранил мир. Ты знаешь, я бы выдвинул Александра Григорьевича на все премии Нобелевские. Нобелевские и по экономике, и по медицине. Правильно. А ООН так и действует. Вот ООН как организация вообще, которая должна была что-то там контролировать, да, и организовывать диалог между государствами, там, соблюдение базовых прав, она вообще настолько давно себя изжила. То есть все изжившее, оно умирает, отмирает. Но вот ООН как бы умирает частями совершенно позорно, да. Это скандалы, связанные с коррупцией, с распределением помощи в страны Африки, когда там прямо Аннона, родной сын в Берлине, на поддельные фирмы и адреса получал эти миллионы долларов. В то время, как там убирают тысячами люди, несчастные, голодные, они там делили эти бабки, крали. ООН Фианнон, это бывший генсекретарь ООН. У них там очень такая теплая кампания, поэтому, собственно, ООН, тут нужно, кстати, поддержать Трампа. ООН надо как организацию давно, в общем-то, нивелировать и разгонять, она вообще не нужна. Нужна какая-то другая организация, которая бы включала страны. Была, кстати, Лига наций. Лига наций также позорно и закончила. Это известный факт, после Вторая мировая войны, это просто перестало работать. Вот ООН перестало работать полностью. Это огромный бюрократический аппарат, который ничего вообще обеспечить не может. И реально никакой помощи не может оказать. Это масса допущенных, надутых чиновников. Вот в Минске есть представительство ООН. Какую роль оно сыграло, допустим, при ковиде? Там сидел какой-то, так сказать, комментатор, который представитель организации медицинской, который нес какие-то вещи бредовые, детские, которые мог сказать любой человек. При этом он там был на ставочке, и он постоянно подтверждал то, что официально заявил Минздрав. При этом говорил там мыть руки, носить повязки. За такие деньги, за счет, что для этого ООН нужна? Или организация при ООН, которая занимается здравоохранением? Да нет, не нужно это никому, на самом деле. Никто не должен оплачивать. Кстати, опять же, возвращаясь к Трампу, при том, что мне жутко не нравится, он сказал, что почему американцы, они очень много оплачивали это самое, и оплачивают ООН. То есть вносят туда очень много денег. Вот почему обычные дологоплательщики, которые, вот как, не знаю, как Альбертович из последних сил несет трясущимися руками копейку, чтобы бросить ее в государственную американскую копилку, вот, последний леденец, недосасанный, недоеденный, тоже отдает. И это все отдается ООН, да, этим бюрократам, которые вообще ничего не решают. Да, вообще ужас, надо заканчивать, конечно. Хотя, знаете, вот в США налоги отдаются очень легко и просто. А я вспоминаю, как я в Беларуси пришел платить налоги за год, и у меня их не забирали, потому что я без паспорта был. То есть я говорю, заберите у меня деньги, заберите, найдите, вот деньги. Говорит, нет, у вас нет паспорта, вдруг вы платите не за себя налоги, представляешь? Вот это подстава была бы, кто-нибудь за меня налоги заплатил. Вот это я бы расстроился, конечно. Я, кстати, вспомнил, тут лежит Михаил Самуэльевич Паниковский, человек без паспорта. У нас там в самом деле, обрати внимание, у нас действительно социальное, демократическое государство. У людей без паспорта, а в паспорте есть прописка. То есть у бездомных бомжей у нас не берут налоги. У нас берут налоги только с работающих. Плюс у работающего обязательно есть такая карточка страхования, номер которой соответствует номеру в паспорте второму. То есть на основании этого потом начисляется пенсия, какие-то выплаты и так далее. Поэтому обрати внимание, в США готовы с любого человека, где же бы принесли деньги, забрать, отнять. А белорусы говорят, не надо нам денег. Ты удивишься, но в США тоже с неработающих не берут налоги. Ну видишь, надо со всех брать, чтобы он могло существовать. Опять к ковиду немножко вернемся. Новость от швейцарских и испанских исследователей. Оказывается, до 80% новых случаев заболевания в Британии и до 60% в Ирландии, Франции и Швейцарии вызваны мутировавшим вирусом, отличающимся от того, который свирепствовал весной. Генная мутация предположительно произошла в июне в Испании и впервые была обнаружена у тамошних сельскохозяйственных рабочих. А разнеслась по Европе свернувшимися отдыхающими. Это, собственно, что Стефаныч и говорил, когда народ летом поехал тусить. И вот основная мутация вируса, который сейчас второй волной накрывает Европу и опять локдауны, это мутировавший вирус из Испании. И вот обрати внимание, это действительно хорошая новость, интересная. И вот обрати внимание, что это стоило несколько сотен миллионов евро. То есть госпожа фон дер Ляйн и другие проголосовали за выделение сотен миллионов евро на исследование по ковиду. И вот сейчас они, извините, как при расстройстве желудка по чуть-чуть из себя выдавливают вот эту гениальную информацию. Они бы лучше нашли пару там десятков миллионов евро за диваном или еще где-нибудь, которые они взяли на исследование. Сыворотки или какие-то, вот русские хотя бы для отмазки какие-то предоставили, там плохие, хорошие, да, вот эти вакцины. Вот такие вот гениальные вещи, что оказывается там мыло какой-нибудь фирмы в большей степени убивает микробы, да, если два раза мыть ноги и руки. Вот такие всякие исследования, которые, оказывается, затрачены на них были сотни миллионов. Вот это меня поражает, да, вот это ход шахматной мысли или в данном случае ход научной мысли европейских исследователей. Где результаты, да, вот люди, откуда эти деньги европейские взялись? Они взялись с налогов, а потом они удивляются, что там какие-нибудь англичане поддерживают все эти выходы из Евросоюза. Потому что они же не окончательные клинические идиоты, они видят, куда, в общем-то, уходят деньги, в никуда. Да, вот такие прекрасные исследовательские статьи, которые рассказывают, вот такие вещают о вечных таких истинах. Один из авторов этого исследования, испанский генетик Иньяки Комос, считает, что победное шествие нового штамма вируса началось с какого-то одного массового мероприятия, где присутствовали один или несколько суперраспространителей. То же самое можно, Катя, вспомнить, когда Трамп заразился, там тоже был сбор чуваков в связи с тем, что прокурором назначали какую-то эту, и там и Трамп заразился, и несколько еще высокопоставленных чиновников США. То есть, ребята, просто не скапливайтесь, не скапливайтесь, рассосредоточьтесь как можно, ну, два метра, нормально, маску одел два метра и все. Ну, смотри, вообще Трамп был склонен, как и Берлускони, раньше, сейчас он уже старый пожилой человек, бог его знает, как у него там функционируют его органы, так сказать, различные, но Берлускони, ты знаешь, организовывал бунгало-вечеринки с приглашением моделей, девушек легкого поведения, немножко шампанского, хорошей еды и так далее. Ну, то есть, понятно, наверное, он на время ковида прекратил, иначе бы они все перезаражали. Может быть, как раз-таки Берлускони приезжал в гости к Трампу, они устроили небольшую бунгало-вечеринку, там всех перезаражали друг друга. Привело это к таким нехорошим последствиям, тем паче Трамп, как известно, очень хорошо отмазался от пару скандалов с порномоделями, которых он любил, видимо, не за их интеллект, а по другим каким-то причинам, всем понятным, да, вот, близких каких-то подруг и так далее. Ну, и стал, опять же, для изумленной американской, совершенно по-детски доверчивой публике, как прекрасная семья Ида, отец и так далее. Хорошо, ну, собственно, понимаете, при таком образе жизни хорошо, что он наделался ковидом. Тут можно было заразиться какими-то другими вещами попутно, побочно и так далее. Дело такое узкомедицинское, долго потом, конечно, специалисты разбирались. А Байден, чем хорош, он настолько старый, собственно, да, он настолько почти неподвижно, плохо двигающийся, что тут уже не до бунгало-вечеринок, тут, как говорится, сказка на ночь, клизма. Так, опять тебя пока не слышно. Сказка на ночь, клизма. И мультик от Диснея, и этого вполне достаточно для того, чтобы почувствовать себя счастливым. Ну, знаете, самое интересное, вот если выиграет Байден, он станет самым старым президентом США, ну, во время избрания. С основания, с основания вообще США. А вы, а ты знаешь, кто, если Байден не выиграет, кто самый старый президент США? Теодор Рузвельт, шучу. Трамп. Сказал его. Трамп. Трамп. Между ними, на самом деле, всего 4 года разницы. Ты знаешь. И на данный момент Трамп самый старый избранный президент США, как ни странно. Хотя, конечно, вот если смотришь, там и Рейган хуже выглядел, и вот, ну, Теодор Рузвельт, конечно, это совсем, ну, даже, наверное, не, ну, Никсон не прямо уже, ну, Линдон Джонсон похуже выглядел. Так что, ну, тоже такая геронтократия, конечно, это странно. Ты знаешь, это вот это геронтологическое соревнование, геронтологии при избрании американских президентов. Следующий президент будет еще помнить Джорджа Вашингтона. То есть, чем дальше, тем старше. Вот. И, кстати, всем хочется видеть такого человека, наверное, на посту президента, как Брежнев. В последние годы перед смертью, да, когда он, собственно, уже вообще мало чего понимал, ему приносили какой-то текст, он там читал про сосиски сраны. Оказывается, это были социалистические страны, во всех магазинах меняли, так сказать, набор сосисок, появлялись мясные продукты. Все идет к этому. Чем старше, тем лучше. Тем более, обрати внимание, сколько там США срок президентский? Три года или два? Четыре. Четыре. Ну вот, смотри, если людей выбирать после 80 или 90 лет, то они, собственно, могут очень классно завершать свою карьеру президента и жизнь. То есть, как бы под закат быть освещенными вот этими лучами американской демократии, государственности и так далее. Это очень классная вообще идея выбирать все старше и старше. Плюс, обрати внимание, тогда президенты будут заинтересованы в продлении жизни среднего американца. Ты сможешь прожить таким образом до 140-150 лет. Все деньги будут брошены на продление жизни. То есть, будут развиваться медицинские технологии и так далее. Это просто невероятно хорошая идея. Выбирать старше и старше президентов. Да, да. Так и есть. Вообще, ты вот мне напомнил про Джорджа Вашингтона. Я все жду, когда его клонируют. И тогда можно будет клонов. То есть, можно по кругу, по второму кругу пойти, понимаешь? Вот опять-таки. Правильно, кстати, это отлично идти. Вашингтон, Адамс, Франклин, вот это вот все. По второму кругу. И то же самое у нас, собственно, начнем с... Ленин вообще лежит вон, можно сразу брать. Ну, слушай, Ленин, понимаешь, такая вот сакраментальная получилась ситуация. Ни Ленин не хотел по-настоящему руководить Советским Союзом. Он говорил, вот мы старые большевики. Думал, никогда не дождемся прихода революции. Это я почти дословно, в общем-то, цитирую. Плюс к этому Ленина его не уважали коллеги, по большому счету. Не Сталин и Держинский. Потому что одни с оружием в руках, честно, грабили банки, убивали городовых. А Ленин сидел в Швейцарии, там, в Австрии, пописывал статейки. Вкусно кушал и хорошо мяко спал. Ну, короче, сраный интеллигент, скажем так. Да, да. И за это его, кстати, не уважали. Я же говорил, что единственный фильм... Это известный факт, который посмотрел Держинский. Он вообще интересовался кинематографом, да, очень. Это единственный фильм. Это похороны Ленина. То есть, больше никаких фильмов не брал смотреть. Вот он посмотрел только один фильм. То есть, насладился этим, как говорится, моментом светлым. Поэтому, вот, кстати, интересно, а что было бы, если клонировать JFK, да, Кеннеди? Смотри, он дошел до какого-то момента, если бы его не застрелили, его пришлось, в общем-то, с президентского импичментом снимать. Потому что он настолько завяз в коррупционных связях с американской мафией в своих любовных интрижках, Марлин Монро там не единственная была. В том числе, средь любовниц его значились гражданка Чехии, которая работала на КГБ и так далее. Дело было очень плохо. Даже брат его, который возглавлял Министерство юстиции, боялся за последствия. То есть, на самом деле, это разрядило обстановку его убийства, по большому счету, и политическую, и много чего другого. А вот интересно, клонировать JFK, его что тоже ждать до момента, пока он скобилируется окончательно и влезет в какие-то непонятные вещи? Что придется Освальда из Минска вести опять? С винтовкой, понимаешь ли? Все, Беларусь уже Освальдов больше не даст. Трудно здесь, понимаешь ли, американцев. Завод Ленина, кстати, почти не работает. Где Освальд работал? Человек, который стрелял. То есть, очень много проблем возникает, связанных с клонированием. Ладно, как говорится, президенты, которые ушли своим, так сказать, путем, законно покинули этот пост. А что сделать вот с такими, так сказать, мутантами, ренегатами, как Кеннеди и с другими? Вот вопрос в чем. Интересные новости приходят из Московского государственного университета. Сначала там ректор заявил, что к нему обратилось около 200 сотрудников и студентов с просьбой построить храм православной церкви при МГУ. Ну, это, знаете, вот у студентов... Я так себе и представляю. Вот ты студент и ходишь, так и думаешь, как все хорошо у меня в университете. Вот храма не хватает. Пойду попрошу храма. Естественно, студентам палец в рот не клади. Они сразу написали петицию, что мы вообще-то никогда не просили построить храм православной церкви. Мы просили построить общежитие, дом студента на Ломоносовском... Вторую линию дома студента на Ломоносовском проспекте. Но раз вы заговорили про храм, то мы считаем, что лучше всего построить не православный храм, а храм, посвященный пастафарианству. Это, кто не в курсе, есть такая умозрительная религия о том, что на орбите Земли находится большой летающий макаронный монстр. И, собственно, он создатель всего сущего. И там целая петиция, которая по пунктам объясняет, насколько этот храм более выгоден и правилен, чем православный храм. И сейчас эту петицию подписывают там люди. И просят, будет первый в мире храм пастафарианства, между прочим. Я думаю, что здесь Россия может на острие прогресса оказаться и, в общем-то, захватить новую зарождающуюся религию, чтобы потом свое влияние на весь мир распространить. Я считаю, что это надо поддерживать. В большинстве... Так, в большинстве университетов я только услышал. В большинстве европейских университетов ты прекрасно об этом знаешь, есть свои храмы. Подожди, ну, Стефанович, ты вот говоришь, есть храмы, но надо понимать, что вообще-то большинство европейских университетов просто вокруг храма и образовывалось. Это вообще изначально были примонастырские образования. Поэтому там и есть храм. А когда храм... Храм, извиняюсь. Когда университет образовывался уже, когда была побеждена религия, то есть при коммунизме, там храм не нужен, мне кажется, нет? Я считаю, что сделать это следующим образом. Понимаешь? Вот толерантным образом, белорусским народным, надо соединить храмы и общежития. То есть сделать студенческий монастырь. Которым... Подожди, смотри, ты говоришь про какой храм все-таки? Про православство? Потому что здесь студенты конкретно говорят, что вот этот пастафарианский храм, он объединен с общежитием. Это и есть. И более того, еще и со столовой. Потому что когда ты идешь в столовую и ешь макароны, ты как бы воздаешь славу летающему макаронному монстру. Понимаешь, абстрагировавшись от макаронных монстров, я считаю, что нужно сделать для желающих православный монастырь, общежитие, где верующие студенты и студентки могли жить вместе, там порознь и так далее, спокойно совершенно. Другое дело, что что бы сделали атеисты, да? Ну, для атеистов и для любителей макаронной религии пришлось бы строить еще три общежития. Да, то есть каждому должно быть по потребностям, каждому по труду. Но в самом деле... Слушай, Стефаныч, если я правильно помню московскую топологию, то буквально вот перейдя Москвореку от МГУ находится Новодевичий монастырь. Иди в Новодевичий монастырь, молись Богу. А если мы уже возвращаемся к нашей теме про клонирование, там же еще и Новодевичье кладбище. В общем-то можно и Гоголя попробовать клонировать, заодно Шаляпина, и там же еще и Хрущев, между прочим, тоже лежит. Там все есть. Зачем еще в МГУ строить еще какой-то храм? Вот тебе Новодевичий монастырь, пожалуйста, через речку. Ну, понимаешь, зачем строить? А по приколу. Это просто прикольно. По приколу? По приколу тогда постафариански, постафариански, чтобы начать распространение этой религии. Знаешь, да. Типолиберальная университетская среда, возможно, московская, позволит провести голосование, да? И большинством или меньшинством голосов можно решить, что там вообще строить, и надо ли строить. Можно организовать в подвалах МГУ Московского университета, тоже там, не знаю, что-нибудь интересное. Хотя кто-то говорил, что там есть какая-то радиация, а вообще раньше там жили многие известные ученые, и всем было очень весело, и главное в центре города. Поэтому есть разные варианты, в общем. В конце нашего эфира опять ответы на ваши комментарии. Вот к прошлому выпуску действительно много написали. Егор Рунов пишет. Коммунист Стефаныч и правый Альбертович, ваш спор слушать приятно. Ну, а нам приятно спорить, собственно, для вас. Рубинштейн Геннадий пишет. Не будет законных абортов, будут незаконные. Куча трупов от рукожопов. Ну, собственно... Есть, в этом есть правда. Такое было при Советском Союзе. И даже рукожопов есть среди неумелых медиков. От пожилых врачей слышал несколько историй совершенно ужасных. О том, как в маленьких больницах отправляли студентов на практику. По идее, они должны это уметь, должны были уметь сделать, но у них не всегда это получалось. Это очень серьезная действительно проблема для здоровья женщин. Главное для того, чтобы... Главное вообще, чтобы люди были здоровы и не убирали от некачественных медицинских услуг. Есть такая проблематика, ничего с этим не поделаешь. Страшно, но есть. Вейдер 4052 пишет, есть чувство, будто Стефаныча прессует власть, и он постепенно прогибается. Можно понять пессимизм по поводу результатов протестов, но разговоры про то, что придут капиталисты и будет еще хуже, или ничего особо не изменится, уже нездоровые совсем, подозрительно. Ну... Есть прекрасный фильм, да, он очень юмористический, да. Его делала газета «Новинки», по-моему, он назывался «Саша Гудбай», какое-то такое название. Он где-то должен, возможно, в Ютьюбе быть. Потом мы найдем, если ссылочку, мы поделимся. Вот посмотрите этот фильм, вам станет все вообще понятно, что может произойти, что произойдет. Никакого здесь нет пессимизма, ни экономика, государство, огромная масса людей, которых можно эксплуатировать, они без эксплуатации и без Ярмании останутся. Никто никого в этом мире на свободу не выпускает просто так. Люди обязательно попадут в зависимость от системы. На то она система и есть. Такого не бывает. Никита М пишет, не знаю ситуацию изнутри Беларуси, но сравнивая протест чисто по картинке, радует отсутствие советских флагов, портретов Ленина и Сталина на ваших улицах. Если смотреть на протесты в России, у нас много ностальгирующих по совку. Так дело в том, что в Беларуси совок остался, он никуда не делся, поэтому... То есть это скорее у нас протесты, чтобы как скорее выйти из Советского Союза, потому что у нас, в Беларуси, вот у Стефаныча протесты, потому что в Беларуси очень много того, что было в Советском Союзе, так и осталось. Вот именно поэтому нету портретов Ленина и Сталина. До прошлой недели появился целый ряд вообще невероятно страдных персонажей, да, с этими белочерводо-белыми флагами, которые ни смысла этих флагов не сдать, ни истории флагов, ни истории страны. В БЧБ флаг все больше становится флагом просто протестным. То есть это знак того, что я протестую. То есть он не несет сакрального, исторического какого-то смысла или еще какого-то. И с этим ничего не поделаешь. Это данность, которая есть. Вот люди выбрали это символом, и все, да? Потому что есть люди, которые понимают, что это за флаг, когда он появился, вообще в чем заключается эта символика. То, что происходит, не знаю, там в Москве или в России, по-моему, очень много протестов, возможно, будет еще впереди. Тем более какие-то вот эти странные слухи о том, что в январе собирается уходить Путин, он собирается кому-то передавать власть. Россия – это не та страна, там не те ресурсы. Там невероятно огромное сосредоточено количество средств всяких, финансовых, материальных. И такие страны, такие хлебные места просто так не отдаются. Вокруг этого будет, конечно, кровушки пролито, и переделы серьезные. Это всегда происходит в странах, где есть чего взять или украсть. И вот последний комментарий, который я хочу прочитать. Евгений Красиков. Кадыров, как и любой человек, имеет право высказываться по любым вопросам. Проблема в том, что он не несет никакой ответственности за свои слова. Ему не надо избираться, а прокуратура закрывает глаза на экстремистские заявления. Да, так и есть, собственно. Так, тебя не слышно пока, Степаныч. За свои слова. Еще раз. Только сейчас слышно. Да, раз-два раз. Макрон вот несет ответственность за свои слова. Если он сказал, и через две недели начали Макрон. Макрон? Вот он взял, отказался. Да, он полностью отказался от того, что он говорил. Вот он несет ответственность. Так он вот проиграет выборы, значит. Проиграет выборы его партии и так далее. А что у Кадырова произойдет? У Кадырова ничего не произойдет, поэтому он может говорить, что хочет. А Макрон ведет тогда более безответственно, чем Кадыров себя. Да, значит Макрон просто более хреновый политик. А у Кадыров, понимаешь, он там и козлами футбольных судей обзывал, и угрожал через инстаграм людям. Ну слушай, мы уже говорим, да, мы не будем возвращаться. Это просто мнение частого лица, да, которое не ведет, в принципе, для него и для его республики никаким последствиям. Послушай, это публичный человек, он глава субъекта федерации в России. И люди, глядя на то, как он себя ведет, понимают, что вот такое поведение в России более выгодно, чем, ну, более лайтовое, как-то лучше сказать, более polite, как-то по-русски-то... Культурное, да? Более культурное, дипломатичное поведение. Обходительное. То есть вот это более выгодно, и это повышает градус в обществе постепенно, когда люди, которые хотят чего-то добиться, смотрят на это и понимают, что вот так ты больше добьешься, чем когда ты будешь там дипломатически что-то придумывать, выделываться. Ну вот я про это говорю. Это не в плане того, что ай-яй-яй, Кадыров плохо сказал. Это именно, что модель поведения, он ролевая модель, он для многих мусульман, ролевая модель России, понимаешь? Ролевая модель, это может быть для подростка или для ребенка, у которого нет папы и мамы. Основная ролевая модель, на кого хотят быть похожими, как правило, это родители. Так и есть. Если родители занимаются воспитанием детей, это первое. Второе. Ролевая модель и вообще как себя вести в России целый ряд персонажей. Там Абрамович, Виксельберг, Потанин, которые вообще всей стране показывают, как ложить с прибором на собственных сограждан, которых они же и обобрали. То есть поэтому по поводу ролевых моделей их в России много. И кто тут лучше, кто тут хуже, мы как-нибудь отдельно порассуждаем. А пока давай заканчиваем. Да, да. Ребята. Пока. Напишите в комментариях, пожалуйста, кто для вас ролевая модель в современном мире. Кстати, интересный вопрос. Прекрасный вопрос. Да, то интересно вот к чему стремятся наши зрители. А так, спасибо, что смотрели. Бывайте здоровы, живите богато. Альбертыч и Стефаныч клевещут. Ха-ха-ха.